Сегодня в гостях у женского сообщества из Инам-Левязери Фарид Ахундов, предприниматель и вице-президент компании Новка Групп. Здравствуйте, Фарид Мерлим. Здравствуйте. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Спасибо вам. Сегодня мы побеседуем на тему, конечно, предпринимательства и с ракурса представителей прекрасной половины человечества, ваше видение. Ну, в первую очередь я задам вам вопрос такой. Вы параллельно ведете несколько бизнес-проектов. Вы успеваете и преуспеваете вовсю. Каков ваш секрет тайм-менеджмента? На самом деле, я думаю, что любой проект требует больших усилий, человеческих усилий. И поэтому это, конечно же, команда. В любом проекте, в любом бизнесе должна быть сильная команда. И если есть такая команда, я думаю, что можно с помощью Всевышнего делать любую работу и каждый проект будет... То есть, естественно, конечно, мы пробуем многие проекты. Конечно же, бывают проекты, которые ты почему-то подсчитываешь, ты видишь, что все это отлично, то есть все это будет хорошо работать, но на самом деле что-то-то не получается. А бывает такой проект, что ты прилагаешь мало усилий, но получается. Получается почему? Опять же, команда? Я думаю, что, конечно, большая составляющая – это все-таки команда. И, знаете как, рынок. То есть, иногда мы... Ну, обычно Азербайджан страна небольшая, развивающая страна. И развиваемся мы довольно-таки быстро. Люди тоже развиваются очень быстро. Мы много есть, мы много видим. И, конечно же, мы хотим все это, то, что увидено, и то, что нам нравится, мы хотим предварить. Иногда, конечно же, мы так замахиваемся на самые большие проекты, но потом понимаем, что как бы наша страна еще, да, готова, но поэтому нужно правильно рассчитывать проекты. И финансы, наверное, тоже. И финансы, естественно. Время. Финансы – это к проектам, но проекты надо рассчитывать так, что... Ну, давайте один пример. Например, в 2012 году, когда мы с нашим партнером думали открыть кофейню в Азербайджане, да, речь идет о Second Cup, нам всегда все говорили, что, ребята, в Азербайджане все пьют чай. Как вы приучите людей пить кофе? Это невозможно. Ну, мы сказали, что, ребята, да, может быть, первые два года будет сложно. Может быть, да, где-то нам придется доинвестировать или как бы пропиарить. Но со временем, конечно, когда молодежь подрастет, та молодежь, которая больше активно вовлечена в процессы, в глобальные процессы, и страна наша развивается, правильно? И тогда к нам тоже придет эта культура. И сегодня, если... Сегодня Second Cup – одна из крупнейших сетей кофей в Азербайджане. Да, возможно, вот открывается шестая локация скоро. Кроме того, у нас есть конкуренты. Конкуренты тоже не бездельничают, они тоже растут. И я смотрю, как бы все работают довольно-таки... На уровне. На уровне, да. Они представляют хороший такой уровень кофейни. Вы затронули темы команды, тимбилдинга. И здесь, конечно же, наводящий вопрос. А какими качествами должен обладать и руководитель? Руководитель – это лидер, скорее всего, что как бы... Он один из членов команды, на самом деле. Он и друг, он и советчик, он и консультант в каком-то деле. И, конечно же, правильное распределение должностных обязанностей и... Правильное видение команды, конечно. Потому что команда... Человек может быть профессионалом в одной сфере, но это надо как бы... Все вместе собрать, да, чтобы каждый... Это очень трудно. Да, чтобы в команде каждый дополнял друг друга. И вот команда, которая дополняет друг друга, я думаю, что это успешная команда. Соглашусь с вами. Если мы говорим об успехе, казалось бы, ну куда еще, куда еще успешнее. Как по-вашему... Что по-вашему успех? Как вы его себе представляете? Я думаю, что успех. Эта тема очень обширная, и, конечно, она не выразишь двумя словами. Успех для каждого человека со своими ценностями, он по-разному оценивается. Для меня успех – это когда, если люди, которые работают со мной, люди, которые окружают меня, то есть они живут, они чувствуют себя счастливыми, вот это вот для меня успех. То есть человек может быть успешен в моем видении тогда, когда вокруг него люди, которые его окружают, тоже улыбаются, приходят на работу с хорошим настроением, ну и получают удовольствие от работы. Мы совсем недавно нашей командой из «Намо Базари» посетили ваш ресторан «Шекспир». И нас удивил один факт – мест не было. Если я не ошибаюсь, это был выходной день, понятно, вечер, все отдыхают, мест не было на террасе. И мы стоим и ждем, и мы говорим, ну как так, давайте, найдите, мы это с Фарид Майалимом знакомы. Что такое? И нам сотрудники ваши сказали, Фарид Майалим сам стоит, если мест нет. У вас нет такого. Где мой трон, и вы не кичитесь этим. Это, наверное, тоже один из принципов. Это, конечно же, принцип. Это принцип по всей нашей команде и топ-менеджмента в нашей компании. Я поэтому затронул, что мы являемся звеном команды. Да, возможно, у нас какие-то другие полномочия, но мы такие же, скажем так, сотрудники команды. Люди, которые сделаем все, чтобы был успех. Да, для того, чтобы мы были успешны, мы должны относиться к нашей работе, к нашему проекту очень серьезно. Если мы придем и нас посадят, как бы, до клиента, это будет, конечно же, некрасиво по отношению к проекту, к самому проекту. Да, к идее. Да, к идее. Поэтому очень важно. То есть мы приходим в наш любимый Шекспир и как обычные гости. Да, возможно, в офисе мы смотрим на этот проект как на работу, как на бизнес, но приходя туда в качестве гостя, мы есть гости. Да, и мы когда сидим, мы делаем заказ, мы делаем его как гости и оцениваем и сервис, и качество еды, как гость, а не как руководитель. Это здорово. Вопрос о трудностях. В самом начале. Немножко назад надо вернуться, в часовом таком временном пространстве. С какими трудностями вы сталкивались в самом начале? Давайте так. С рождения проекта. Если человек верит в проект, и он желает, чтобы этот проект осуществился, то для него на самом деле нет трудностей. Трудности, конечно же, есть, они возникают по мелочам. Если мы идем к какой-то цели, мы просто должны быть уверены, что будут трудности. Трудности. Вопрос в том, что как их решить. Да, и с Божьей помощью, то есть, все разрешено. Позитивный настрой. Да, я думаю, что все разрешимо. Самое главное, опять-таки, мы возвращаемся к людям, которые могут правильно подсказать или правильно разрулились в ту или иную ситуацию. Ну, конечно же, любой бизнес-проект, ты понимаешь, что если ты уже рискуешь, если ты уже находишься, если ты начинаешь какое-то дело, трудности не миновать. Но не надо на них смотреть, как на трудности. Какая-то ситуация. Да, это ситуация. Во-первых, при каждой ситуации мы становимся, чем мы, как мы становимся профессиональнее. То есть, появилась какая-то трудность, мы ее решили. Все, мы профессиональнее, потому что мы знаем, как ее решить в следующий раз. Окреп. Мы узнали, поборолись, узнали, почувствовали, научились, и уже в следующий шаг. В следующий шаг, когда попадается идентичная трудность, мы уже знаем, как ее просто перейти. Если я продолжу тему трудностей, давайте заговорим на тему гендерного неравенства и насколько она ощутима в предпринимательской сфере. Давайте так, гендерное неравенство, ну, чувство предпринимательности или предпринимательность в Азербайджане, я думаю, что это не должно стоять как-то отдельными, в отдельной теме. Почему? Потому что люди, люди, женщины, женщины, мужчины, мужчины, это все ясно, понятно. Ну, давайте такой хороший пример. Первая жена пророка нашего любимого, ее ему, Хадиджи, она была предпринимательницей, она была бизнес-леди для тех времен. И она обладала довольно-таки очень большим имуществом. Мы говорим о Средневековье, мы говорим о, скажем так, обществе с более, скажем так, консервативными взглядами для того времени, чем сейчас. Я поэтому думаю, что в Азербайджане практически не может быть, ну, я не знаю, может, как бы из-за каких-то личностных качеств, люди могут как бы закрыться, подумать, что нет, у меня не получится. Здесь субъективный фактор вы отразумеваете? Да, я думаю, что это субъективный фактор, да, это не фактор того, что у нас, я думаю, что в Азербайджане очень даже легко женщинам. Во-первых, наши мужчины всегда очень уважительно относятся к женщине, да, и элементарно не раз были свидетелями того, что, вот, например, налоговые инспекции, да, подходят мужчины и женщины. Потому что женщины всегда больше, как бы, привилегий, больше, как бы, лояльности, чем к мужчине. Ну да. Вот, поэтому я не думаю, что это вопрос того, что, а вот если женщина начинает бизнес, всё-таки, всё будут зажимать за другую. Я думаю, что это не для нас. Наряду с бизнесом вы ещё и любитель активного образа жизни, вы являетесь вице-президентом Федерации пляжного футбола в Азербайджане. Ваше отношение к спорту, вообще, как вы связали свою жизнь с спортом? Как вы успеваете это всё делать? Спорт, спорт, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Спорт – это… Я даже дома всегда детям говорю, что, ребята, смотрите, разницы нет, каким спортом вы будете заниматься, да? То есть выбирайте для себя спорт, но вы должны заниматься спортом. То есть спорт – ну, потому что у нас сейчас жизнь такая, что и без активной деятельности с организмом просто будет сложно. Да. Да, ну, как бы, занимался всю жизнь, начинал с детства. Какие направления вы попробовали? Ну, вообще-то я пробовал боевые искусства, я очень долго занимался кикбоксингом, довольно-таки было успешно. Ну, потом, естественно, женился, всё, соревнования, всё осталось на втором плане. Занимался для себя и до сих пор занимаюсь для себя, поддерживая форму, ну, для того, чтобы просто поддержать форму. А вот пляжный футбол – это было, как бы, для нас сейчас хобби, ну, хобби, скажем, хобби, которое даже научило нас тому, как управлять спортом. Как управлять спортом. Потому что одно дело, когда ты сам занимаешься спортом, а одно дело, когда ты управляешь спортом. Управлять спортом – это нелегко. Это сложный механизм. Это сложный механизм, потому что ты зависишь от очень разных факторов. Ну, могу сказать, что Азербайджан сегодня играет в дивизионе, в премьер-дивизионе, дивизионе А в Европе. Это нас радует. Азербайджан на сегодняшний день занимает восьмую строчку рейтинга. Это тоже нас радует. То есть, были сложности в прошлом году из-за пандемии. Наша команда не играла. Ну, все знают, по каким причинам. И спустя год первый турнир был у нас в Португалии. Честно говоря, когда мы ехали туда, у нас были совсем такие, что ребята год не играли в футбол. То есть, не касались мяча. Это будет очень сложно. Ну, ребята молодцы. Да, конечно, в квалификации к чемпионату мира. Мы дошли до 1-4. Но там встретились в Португалии, который чемпион мира действующий. И, естественно, проиграли. Опять же, хороший результат. Опять-таки, хороший результат. Не расстраиваемся. Но зато, опять-таки, увидели, какие минусы, какие плюсы, над чем надо работать. Вот. Думаем, что, в принципе... Кстати, еще мы очень сильно уделяем внимание на развитие детского именно. Пляжного футбола. Да, футбола. Почему? Потому что все-таки лето, жарко. Дети отдыхают от школы. Им нужно резвиться. Пляжный футбол – это замечательное место для того, чтобы просто получить хорошие эмоции. У нас есть прекрасный стадион. Благо, государство его построило во время европейских игр. Вот. И сейчас мы там успешно... Вы там базируетесь. Да, мы базируемся там. Мы тренируем и детишек, и взрослых на этом стадионе. Песок у нас великолепный. Дети получают... Потому что дети, тренируясь на песке, они получают меньше трав. Да? И это укрепляет их мышцы. То есть люди, которые знакомы с анатомией роста мышц, вот они могут сказать, что вот в пляжном футболе, конечно, вот эти вот мышцы как растягиваются. Потому что, вот если мы даже посмотрим Бразилию, да, они же все начинали с пляжного футбола. У них там все с спортом связано, да? Да, у них там все, да. Пляжный футбол, потом футбол. Ассоциация с Бразилией. И они поэтому сейчас показывают. А с какого возраста вы принимаете на футбол детей? Ну, я думаю, что с 5-6 лет спокойно. Вот у нас есть группы, которые с 5-6 лет они живут. Там, наверное, какая-то общая сначала гимнастика, какие-то азы, а потом же... Ну, как, естественно, кажется. И завершающий вопрос. Как вы представляете себе Инамлы Вазярев Хану? Вот. Прекрасные женщины окружают. Спасибо большое. А если чуть поподробнее. Инамлы Вазярев? Я... У меня есть мать, сестра, супруга и две дочки. То есть вокруг меня окружают женщины, поэтому Инамлы Вазярев. Женщина, она и Инамлы Вазярев. Да? Все Ханамлы. Все Ханамлы. Все Ханамлы. Инамлы Вазярев. Женщина — это подмога мужчин. Без женщин мы бы мышли, мужчины бы не обошлись в жизни. Да, поэтому Всевышний нам создал в помощь женщину. Женщина подпитывает мужчину верой, да? Верой в жизнь, верой в будущее. Женщина — это та, которая растит, скажем так, детей, дает воспитание, а это немало. Да, сегодня образование воспитания. Вот вы говорили о предпринимательской деятельности, да? Женщины. А это где все зарождается? В семье, да? То есть как женщина это преподнесет своим детям, как она покажет своим поведением. Потому что я думаю, что, например, у меня две дочки, да? И как бы я ни хотел, все равно они будут равняться на мать больше. Да. Потому что она женщина. А вот образец. Поэтому женщина, она иномблэ, потому что она все это должна олицетворить в себе. Ну и зарыв для своего мужчину, наверное. Естественно. И последнее. Что бы вы пожелали всему, всем хану Азербайджану, да и за рубежом в течение 30 секунд? Побольше улыбок, конечно. Счастья, улыбок. Что сказать? Как бы опять-таки, женщина должна быть счастлива, должна улыбаться, чтобы это все отражалось на семейном счастье, да? Чтобы это все окружало... Потому что я скажу вам такую вещь. Если женщина, у нее нет настроения, это будет сказываться на всех. На всей семье. Да. Поэтому я желаю женщинам счастья, чтобы они всегда улыбались. Если они улыбаются, то есть все будут улыбаться вокруг. Все будет прекрасно. Спасибо большое, Фарит Мерлим. Вам спасибо. Мы от всего женского сообщества ИС и нам Новая Зарев желаем вам успехов, желаем вам жизнерадостности. Которая вас так озаряет, окружает. Пусть у вас всегда будет все так солнечно. И вам побольше улыбок и счастья в жизни. Спасибо. Спасибо.